друзья приветствую с вами за кадром станислав с магазин гироскутер shop решил заснять видос такой небольшой краткий показать вам новинку среди электроскутеров сити кока 3 киловаттный получили сити кока сейчас мы в этом видео вам расскажем о нем покажем характеристики да то есть расскажем о них покажем комплектацию следующем видео ближайшие прям несколько дней мы заснимем по катушке замерим реально его дистанцию сколько он разгоняется какую максимальную скорость по gps у потому что производители заверяют что на холостом ходу разгоняется до где-то 80 90 километров в час но опять же мы с вами все прекрасно понимаем что на бортовом компьютере показ может все что угодно да то есть как он будет на самом деле здесь только покажет именно по катушке вот такой на литых дисках 3 киловаттный что сразу бросается в глаза сразу глаза бросается это диаметр колес он стал намного больше то есть они стали намного больше колеса клиренс увеличился то есть байк стал такой прям интересно очень достаточно здесь у нас с вами идет гравировка три киловатта вот он 3000 ватт я немножко скажем так скажу вам на холостом ходу уже попробовал реально он там будет в районе 80 километров показал и в принципе именно с точки зрения покатушек да то есть какая-то точнее как он разгоняется как он едет на меня честно скажу произвел впечатление произвел поэтому мне понравилось понравилось как он набирает опять же в на холостом вот то есть достаточно интересно поэтому особенно будет интересно это как он будет реально разгоняться какую скорость разгонится по gps у на скорости но что ладно друзья это все лирика давайте поговорим с вами о его внешнем виде да то есть и о комплектации кто раньше на нашем канале подписан или вы видели наши предыдущие обзоры то помните мы снимали с вами показываем бр-20 сити кока да то есть принципе двойной вилкой здесь все то же самое идет двойная вилка амортизация здесь фара диодная стоит уже освещение она пока не закреплена поэтому так вот болтается то есть мы не закрепили любом случае закрепим конечно когда будут покатушки стоят дополнительно фары трубоскопы поворотники здесь это сигнал цифровой цветной дисплей гидролическая система торможения спереди также сзади аккумулятор на 20 ампер часа быстро съемный с чемоданчиком на то есть если у нас риски с вами указано 21 модель тайвань здесь у нас с вами находится разъем под второй аккумулятор здесь у нас зеркала как я понимаю да здесь у нас зеркала которые в комплекте идут ну соответственно питание под 2 аккумулятор при желании можно докупить 2 аккумулятора его сюда поставить и кататься с двумя аккумуляторами берем обратно как было также конечно клиренс увеличился существенно сейчас мы с вами еще измерим его посмотрим 2 сидушка по 2 сидушку нас находится с вами такой бардачок бардачке у нас с вами находится ключи в комплекте которые идут зарядное устройство 2 амперная зарядка стандартный мануал ну и ниша для ручной клади это комплектация данного скотра также здесь у нас с вами находится дополнительная дополнительная гофра которая крепится сзади принципе можно также ручную кладь какую-то складывать и с собой убрать путь ну как я и говорил раньше на предыдущих видео с гофрой мы тоже снимали сразу акцентирую внимание повторюсь кто не видел и не смотрел предыдущие видео не рекомендуем облокачиваться на эту часть потому что видите достаточно такая хлипкая и принципе если будет задний пассажир облокачиваться сорвать на раз-два вот сзади у нас с вами находится стопарь поворотники то есть все это дело стандартное ничего нового подножки для заднего пассажира сделано кнопка старт стоп все это дело есть потом комплекте но с вами уже идет тоже она мелочь но все-таки приятно держатель для телефона с принципе любой гаджет можно поставить достаточно такой универсальный самый интерес что он принципе выведен уже после usb сейчас покажу вам вот ведь подвиж без зарядка то есть принципе движение можете уже спокойно заряжать свой гаджет и ездить на своем скутере заряжая свой телефон здесь логотип limited edition справа у нас стандартный идет переключатель скоростей четко ступрем видим не прикрепить укреплено китай стандартно это как говорится все становится минусах поговорим еще чуть позже даже даже она не то что за знаете не укреплено она здесь даже вообще он видим при транспортировке повредился видимо на видите здесь немножко такая врождена здесь даже видно но ничего будет байк это на тест-драйве значит у нас либо на на тест-драйве мы его и оставим стандартная гашетка здесь у нас с ее страны переключатели фар идет нескольких режимах поворотники и сигнал сейчас мы с вами подключим аккумулятор включим сам байк включим сам байк наборе нас получается сами два ключа и два брелка сигнализации я еще раз друзья извиняюсь такое скажем так качество съемки да то есть просто новинка решили просто показать вам то есть поэтому без монтажа от первого леса скажем тогда то есть рассказываем как она есть поэтому не судите строго так и что давайте в без ключевой доски мы разведем сигнализации завели такой у нас дисплей чекся загорелся показать режим 3 скорости и защитная пленка поэтому так вот и влажность после дождя небольшая показывает пробег сейчас пока что один километр зарядка полная да то есть показывает сейчас данный момент спидометр режим скоростей и здесь соответственно бортовой компьютер показывает сейчас не видно показательную то что мы включаем свет освещение да то есть у нас показывает поворотники хотя поворотник сейчас ключи включила габариты нижние дополнительные сейчас мы включим основную пару давайте как освещает освещает очень нас достаточно хорошо с этими с этой фары центральные плюс дополнительный цвет зачетный честно скажу вот прям камера на ней не передает все эти ощущения да то есть освещение но скажу честно что достойно поворотники спереди сзади так а мощности а мощности дату с мотора еще раз покажу надпись 3 3000 ватт сейчас найдем шестигранник шестигранник посмотрим с вами контроллер какой же там контроль потому что друзья если вы помните что на моторе может написано быть хоть я не знаю там 5000 ватт если контроллер стоит надпись там полторы тысячи ватт то контроллером вам не даст больше значит мощности больше полу полторы тысячи поэтому сейчас мы посмотрим что здесь у нас за контролер стоит какой что у него здесь за гравировка какая какая реальная мощность на контроллере указана тогда уже будет внимание по крайней мере как минимум что совпадает ли он с контролером или нет давайте откроем посмотрим так ничего себе интересно сейчас скажу интересно такого контроллера я еще не видел знаете смотрится внушительный большой объемный и и необычный нестандартный такой как на большинство city clock к сожалению большом не вижу никаких здесь гравировок о его мощности но тем не менее учетесь вообще ничего нету не указано но тем не менее он реально отличается от других контроллеров визуально и прямо капитально скажу вам друзья совсем другое совсем другой контроллер поэтому визуально он сможет скажу дорого и зачетно поэтому не могу вам сказать что это не 3000 ватт не могу что это 3000 ватт это поэтому здесь пока что к тест-драйв как он разгоняется какую скорость выдает и как он у себя ведет на дороге поэтому это уже следующем видео будет обязательно так по облицовке смотрите мне принципе что еще понравилось и по нему да то есть это отличие от других сетеков br20 br30 да то есть это как он выглядит то есть внешняя часть корпуса днища то есть на многих предыдущих версиях да то есть они дырявые там дырки и так далее то есть есть туда тело скажем так дыры куда залетает грязь вода здесь это сделано более стильно красиво и принцип герметичнее и все сделано знаете в одном стиле в одном таком формате то есть нижней части деки где находится аккумулятор она получается не выпирает а идет как одно целое да в отличие от предыдущих версиях осечков которые помните выпирала такое дно большое отсек второй аккумулятор складывается до ставится точнее прошу прощения и тем самым съедал клиренс здесь все немножко по-другому вот но тем не менее все равно конечно есть куда попасть в воде вот пожалуйста дырка грязь сюда вместо места где находится контроллер поэтому все здесь герметизировать нужно в любом случае все равно но тем не менее уже сделано лучше знаете как-то по мне наверно минус может для кого-то это не покажется минусом нижней части на так пластик поэтому если планируете есть по каким-то там крупным большим не за этом бордюром будьте аккуратнее чтобы просто не лопнуло вас одно не счет это вот что касаемо клиренса клиренса клиренс как говорил что здесь увеличился сейчас мы поставим его байка ровно и на рулеточки я вам покажу клиренс ровных сейчас мы его выставим на рулетке вам покажу сколько клиренс здесь существенно стало больше так полезно и полезно именно полезная площадь полезно клиренс составляет 20 сантиметров это очень очень достойный показатель вам честно скажу в основном большинство это 13-15 сантиметров здесь 20 сантиметров вы видите сами своими глазами якобы с простязки с рулеточкой без всяких нарезки вставок вам заснял и показал ну что друзья давайте попробуем сейчас на хвостом ходу разогнать его и посмотреть как он будет разгоняться сколько он покажет 93 километра аж весь затрещался именно как раз задняя часть днища не днища а вот это вот сама консоль она вся болталась вы слышали как это дреби дребезжала поэтому шум как раз был от этой вещи и что-то там когда мне показалось что цепляло колесо сейчас я вам покажу один из существенных минусов которые сразу мы обнаружили и который нам очень не понравилось это мечтание до работ конечно завода но я думаю что это все они поправят вот прошу обратить внимание на этот момент смотрите мы просто для видео вот этого сразу это ну приподняли крыло потому что смотрите здесь болт мы просто вставили да то есть вот эти вот болты то есть два болта да то есть вот это болт должен стоять здесь а это было должно стоять здесь и когда это все стоит так, как оно приходит с фабрики, с завода, то знаете, что происходит? Крыло находится вплотную практически к покрышке. И покрышка начинает, когда при езде, счесывать провод стоп-сигнала, который находится прям четко-четко под крылом. Вот это существенный-существенный минус. Поэтому сейчас мы взяли, перекинули, подняли вот наверх. Все это дело, чтобы вам показать, как он работает, какая скорость, скажем так, у него на холостом ходу. Но тем не менее, вот этот момент мне понравился сразу. Так что так вот. В принципе, друзья, наверное, это все. Я вам рассказал по-быстрому о 3-х киловаттном CD-Coco, о новой модели. В ближайшие дни постарайтесь, если погода будет завтра хорошая, может быть, даже завтра по катушке устроим. И на GPS замерим реальную его скорость, какая максимальная скорость. И повторюсь, друзья, ну, заснял просто по-быстрому, без монтажа, чтобы вам просто показать новиночку. Поэтому, друзья, спасибо вам большое за внимание, что вы с нами. Всем удачи и до новых встреч. Пока! Пока! Редактор субтитров А.Семкин